Только что ты включил самый атмосферный ролик, в котором мы, нашей душевной компанией, снова отправились в незабываемое путешествие. Уверен, каждый хоть раз мечтал о путешествии в доме на колесах в компании лучших друзей к берегу моря. В этом ролике нет сценария, нет удобств, папаса и поддельных эмоций. Только настоящие мы с искренними эмоциями, ссорами, счастьем и усталостью. Это было самое невероятное путешествие в нашей жизни. Устраивайся поудобнее и поехали с нами. Мы решили пойти дальше. Если ты под этим роликом оставишь 600 тысяч лайков, мы с малюцией. Целый спектр эмоций. Происходит просто все, что только возможно. Я думаю, что это вообще в целом поездка. Это мечта любого человека. Блин, это просто нереально атмосферно, да? Пошла! Голова болит? Очень. Всем привет! Ты только что включил самый атмосферный ролик, потому что мы собираемся ехать огромной компанией в домике на колесах, который находится сзади меня. Друзья, это будет невероятный маршрут Москва-Сочи. Мы едем к морю. Главное 100 километров, ребята, осталось на финишах. После ролика Москва-Владивосток, где мы ехали в Плацкарте, мы получили огромное количество комментариев и лайков, что вы хотите, чтобы мы отправились еще в какое-нибудь путешествие. Но вы, мои любимые подписчики, влияете на этом канале на контент. Поэтому мы прямо сейчас идем забирать мою большую дружескую компанию и отправляться в это невероятное путешествие. Присаживайтесь поудобнее, потому что действительно это будет мега атмосферно и круто. Погнали! Итак, я нахожусь в Ашане, потому что мы едем в далекое путешествие в домике на колесах. И я уверен, раз мы едем по дороге и в домике, то 100% наши основные остановки будут на природе. И, естественно, как можно на природе не съесть классного шашлыка. Поэтому я закуплю все к шашлыку. Ну что, мы закупились. Всем теперь надо гнать к ребятам. Всем привет. Вот пришло время собираться в поездку. И я ничего умнее не придумал, чем купить немного фруктиков в поездку на юг. Перзыки, арбуз, кишмиш, малина, черника или голубика. Я точно не знаю. Напишите в комментариях, что это такое. У нас, как всегда, ответственность благодарит поездку. Я взяла свою субботу Аню. Еду все будут брать, а нас как бы едет 7 человек. Еда будет у всех, но по-любому все забыли о том, что нам нужна туалетная бумага, мейла, салфеточки влажные, сухие, сутка одноразовая, например. Мы подумали, что уезжать не рано, объехать долго, а завтрак что? Завтрак правильно, самая важная часть дня. Поэтому мы сделаем бутеры. О, акулы из Икеи для нищих. Акулы из Ашана. Я думаю, Саша не понимает, что мы делаем в этом отделе, но я хочу очень сильно доехать до Сочи, поэтому я решил взять с собой, внимание, литрушку масла. И второе, набор инструментов лишним не будет. Вот это чисто в тачке играет самое то. Короче, я думаю, никто не догадается взять с собой дыню. Прикиньте, как будет вкусно в поездке, чисто поделим на шестерки. Короче, блин, на самом деле, мельком я уже видела этот дом, пока искали мы его и так далее. Я думаю, что эта поездка будет, блин, сложнее, чем в плацкарте в поезде. Девчонки еще не ездили. Я уже примерно понимаю, чего ждать, потому что много пацанов. Они не супер следят за твоим личным комфортом во время поездки. Они вообще не следят. Будет весело, однозначно, потому что компания просто бешеная. Ну, уж что только не делали этой компанией. Сегодня и Габар с нами, и Леха с нами, и Димарик оператор, и девчонки. Ну, короче, ребята, это будет какая-то легендарная просто движуха. Надеюсь, мы выжимем. Все, что я могу сказать. Что, сейчас забираем ребят в нашу команду молодости? Ну, что, ребятушки? А где красный ковров, дорожка? Коврова нету, брат. Здорово. Привет. Ну, смотрите, мы просто зашли. То есть место уже все заполнено. Толя, наверное, не зашел, он на дороге стоит. Пахнет новой машиной, кстати. Да, пахнет новой тачкой, и туалет не закрывает. Габар, ты где? Сколько? Подождите, подождите, тишина. Сколько ехать осталось? 29 миллионов. 29 минут? Отлично, братан, давай. Вот разворачивайся и едь на обратно. Мы тебя ждем, братан, наказание придумываем тебе. Вот сейчас он опасен, реально. У меня нет, он не опробелен. Паника, ребята. Проспано все, наглухо. Меня уже там ненавидят все. Из-за того, что я проспал. Ну, не обе сути. Мы что подумали, в ролике Москва-Ладивосток, где мы ехали, уже почти 10 тысяч лайков осталось, будет пол миллиона лайков, а мы не забываем, что мы целый вагон собирались соревновать. И мы решили пойти дальше, если ты под этим роликом оставишь 600 тысяч лайков, мы самолет снимем. Пукурузник, я надеюсь. Мне нравится, мне нравится, Саня, знаешь, чистая музыка. Ни хуйять. Реально, я вам отвечаю. Ребят, полмиллиона точно вы поставите под роликом Москва-Ладивосток. Мы сразу берем суперкрутой бизнесовый вагон. А если 600 тысяч лайков, то обязательно самолет. А, точно, Дим, ты едешь же в Сочи у нас первый раз. Ты первый раз в Сочи, а на Черном море ты был? Нет. Чуваки, мы все это сделали реально ради Димарика. Аплодисменты Димарику, Дима! Ой-ой-ой, что еще будет разнос? Димарик, вот оно, ныряй. Я считаю, что для Добара уже ужасное наказание, что мы уже все красивые переодетные, а он как бы вот. А ну езь обратно. Александр, как у вас по отчеству? Александр Александрович. Вопросы сняты все! Добро пожаловать домой! Простите, ребята, простите. Он просто пиво ящиками выгружает. Я думаю, что мне нужна просто куча пивища. Ребят, мы даже еще не тронулись, но я сейчас научу вас правильно начать путешествия. Ты знаешь, за рулем ты не едешь. Бест френд! Три-четыре бест френд! Сейчас машина нас сбивает просто. Три-четыре бест френд! Ребят, главное за три дня доехать до Сочи. За три дня до Сочи надо доехать, чтобы мы 8 числа смогли сделать там сходку. Сегодня у нас уже Воронеж. И еще хочется сказать, как только в моем телеграм-канале будет 200 тысяч подписчиков, тут же разыгрывают 200 тысяч рублей. Поэтому ссылочка в описании. Подписываемся. Реально круто, что мы делаем этот формат. Реально безумно приятно, что заходит вам. Напишите, пожалуйста, про нашу команду. Просто пару комментариев. Нам будет безумно приятно. Я уверен, что все ребята будут читать комментарии. И просто классно для вас делать такой контент, который мы делаем с душой реалистичный. Вообще, кайф, что это ты придумываешь. Потому что, ребят, Леха, он в какой-то момент говорит, все, едет. И нужно изменить все свое расписание. И поехать. Потому что Леха решил с тобой ездить. Ребят, вот ты придумаешь. Вот поскольку до настоящего происходит нашу поезда. Так, не подглядывать. Не подглядывать. Мы почти на месте. Так. Ну что, ты готова увидеть свой подарок? Угу. Раз, два, три. Это та самая машина, которую я хотела. Да. Спасибо, Вселенная. Серьезно? Спасибо, Вселенная? Может, спасибо, Леша, который догадался взять автокредит от Тинькофф банка, где мне выдали решение по моей заявке. Выдали деньги в этот же день, благодаря чему я смог приобрести ту самую машину, о которой ты так давно мечтала. Да, это все спасибо, Вселенная, за автокредит от Тинькофф. Какая она красивая. И вы тоже можете себе сделать подарок, о котором так давно мечтали. Кредитный лимит до 8 миллионов рублей с сроком погашения до 5 лет. Ставка от 4,9% годовых. Без первоначального взноса, каска и других навязанных услуг. Купите машину, а остаток полученных средств, пожалуйста, потратьте по своему собственному усмотрению. Это может быть страховка, колеса или какое-то дополнительное оборудование. Уже более 30 миллионов людей пользуются Тинькофф. Если ты нашел машину своей мечты, воспользуйся удобным автокредитом. Все ссылки будут в описании под этим видео. Привет, ребята, это Best Friends. Лучшие друзья. Мы все вместе с одного колледжа. Смотри, это чисто капитан по американскому футболу. Это чирлидерша. А я тот, который в конце умрет. Точнее, первым умрет. Которого собьет машину. Ребят, так не делать я. Завтрак идеальный. Завтрак чемпионов. Похоже очень сильно на... Либо начала комедия, либо начала фильма ужасов. А что им сегодня в заброшке, я так понимаю? Все те же лица в основном, но есть и новые. От этого приятнее. Значит, в наших рядах прибывает, да, новая кровь. Посмотрим, как ребята поведут себя. Моя Сашка сегодня с нами. Это вообще нонсенс. Меня зовут Саня. Но меня кличет Романова Алка. Я наслышана о всех ваших путешествиях, потому что сейчас ты берешь с собой Никитосика. Я наслышана о всех эмоциях, о всех путешествиях. Я такая, боже, это же просто гениально. Я тоже хочу с ними в этот трим. Спасибо, что позвал меня. Хорошо. Я только что предложила девочкам сделать обзор на дом, пока никто ничего не делает. Все-таки займемся делом. И первое, что мы туда, это выйдите. Как никогда не делайте. Первое и самое важное место в доме – это туалет. Он достаточно вместительный, как вы можете заметить, потому что здесь есть двоя щекотива. А кто ответственный, ты? Я, получается. Вот что надо сделать, расскажи. Я должна следить вот за этой зелененькой штучкой. Если эта красная полосочка будет не на зеленой штучке, то нам будет очень плохо, потому что у нас просто стукнут все продукты, ребята. Ребята, поезд, в котором мы ехали, сейчас подвинулся. Прямо вот конкретно по комфорту. Место, в принципе, смотрим, метр восемьдесят пять. У меня еще куча места остается. Еще вот эта лестница остается. Тут реально два человека с огромным запасом. Если сильно потесниться, можно и три. Я ездил очень много где, я побыл в разных странах. Очень много было в Европе, Азии. Но почему-то никогда не был в Сочи. Серьезно? Да. Мы решили, короче, сделать так. На пять миллионов подписчиков поем по самой длинной дороге, сухопутной в мире, в Магадан-Кейптаун. Лайк, комментарий, подписка на канал и на всех, кто в описании. На меня фэшн-блог. Кто его ведет, простите. Яра, у меня свой фэшн-блог. Вот на фэшн-эпропилы. Канал называется Стильное пиво. Не, стайл-бир. Стайл-бир. Ну нет, я считаю, что за вами вообще не страшно никуда идти или ехать. Поэтому у меня не было сомнений в том, чтобы согласиться и поехать. Эти три дня прошли для меня настолько незаметно. Ребят, грибы. Сегодня вечером будет стоянка, и мы точно берем грибы. Посмотрите, какая красотища. Здрасте. Ребяточки, ну что? В 1900 рублей обошелся наш урок. Скажу честно, ребят, вы смотрите, это вот так, на самом деле, типа веселушку. Там все подготовлено. Здесь все рассчитано точно. Если нет, Настя сразу получает палкой по задней цели. Второй раз история вся та же. Меня не спрашивают обычно. У меня обычно нет выбора. Ну типа, ну, я сама была неправда. Это челлендж, кто быстрее, чем-то дает лучше. Запомни, Санек, моя жизнь длится ровно 10 секунд. От разгона. Дальше тормозит на позе, а скоро. Впереди железнодорожный переезд. Я рвану на зеленый. Вот она вообще. Впереди железнодорожный переезд. Ребята, Тула! Ура! Тула! Первый город! На самом деле, мы начали наш маршрут с самой, наверное, офигительной достопримечательностью в Туле. Сейчас вы увидите, вас просто разорвет. Вы такого никогда не видели. Ребят! Да, бежим смотреть! Бежим! Слушай, Леш, ты думаешь, что... А, может быть, плохая шутка. Готовы? Да. Посмотрите, в реальности это Ленин, но он сделан из пряника. Каламбуршная! Нет, это хорошее. Так, ну что, ребят, даже есть, честно говоря, внутри какое-то некоторое волнение, трепет. Потому что пряник для меня это вообще... Ребят, я нашел пряник, гоу, 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 ребят, вон пряник. Мы все вместе родились в один день, вон пряник. Погнали, погнали. Ребят, это первая отсечка, Тульский пряник. Первый серьезный наш город на нашем маршруте. Следующая остановка будет Воронеж. Ну, еще какая-нибудь, я уверен, будет вот такая, знаете, забегаловка плохая, где реально вот шашлычная, просто вот дешевая. Короче, солянка. Габар ее практически всю съел. Да, конечно. Нютик у нас просто одну ложечку съел и ее вытяжал. О, ложечки! Нам нужен самый крутой пряник. Вот этот производитель, очень хороший. Миллион рублей? Давайте миллион рублей берем. Слушайте, а мы в Тулу первый раз приехали, прикиньте, сфоткали с вашим памятником топовым. Спасибо. А вы жрете в Туле? Конечно. А можно лучше чаек с вами? Ребят, это надо брать. Это надо брать, это надо брать. Стой, подожди, ну идеально. Идеально, подожди, это фэшн бир. Эти цвета хорошо сочетаются. Берем, какушник берем тоже. Подожди, и вот так. Ребят, мы сейчас какие. Ты хочешь охренеть? Смотри, уон миллион. Это что такое? Братка, 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 мы пошли дальше, держи нахрен. Что это? Мы купили вот такие тульские пряники, роднулечка. Я вместо руля поставлю. Ребят, мы на сходке не доедем. Гоу, гоу, гоу. Сейчас, здравствуйте. Блин, это просто нереально атмосферно, да? Нереально. Ну охрененно. На самом деле, я всегда так мечтала путешествовать, потому что я все детство проездила с родителями Москва-Воронеж, но это было не увлекательно, потому что мы ехали мама, папа, я и собака. Собака, которая невероятно, невероятные вещи в машине исполняла, и вот ради собаки мы останавливались, когда она хотела в туалет, когда хотела Аня, мама заставляла Аню терпеть, ну в общем, немало там приятных историй. Мы еще договорились, во время путешествий у нас теперь будут разготоваться респектики. Побеждаешь, Веля, сделаешь что-нибудь хорошее, один респектик. Да, но если ты являешься антисоциальным элементом, не помогаешь команде, вычитай все респектики. У Димы сразу 10 респектов за то, что он респектик, потому что он оператор. Как только под этим роликом будет 600 тысяч лайков, вот таких вот замечательных лайков, мы сразу арендуем целый самолет, потому что 10 тысяч, братан, осталось, и мы арендуем тот самый вагон. Ребят, и подпишитесь обязательно на всех, все ссылки в описании, и также мой телеграм-канал, как только будет 200 тысяч подписчиков, разыгрываем 200 тысяч рублей. Смотрите, у нас кулинарный батл, либо Анютик, которая готовит сейчас нереальные бутики, или вечером габарик картошечка с грибочком. Не думать, что перед вами красивая девушка, которая режет лосось, готовит брускетту, и мы тут дед, который грибы с картофаном. Не надо! Интересно, вот мы сможем продержаться, если не вытелиться? Давай, давай попробуем. Я думаю, что нет. Я проделал. На каждый батл минус один респект. Да, давай. Подождите, а какой таймер, сколько будем делать? До еды. Никита, а скажите, пожалуйста, как же вам драйвераться? Минус один респект. Могу себе позволить. Можно подсадиться? Просто топ. Великолепно, великолепно, Аня. Что следующее? Сейчас Саша скажет. Ты что, сматерилась? Да, минус один респект. Минус один респект. Очень вкусно, но вначале нужно снять шкурку с укурсов и добавить авокадо, а так это просто потрясающе. Короче, кто угадает, сколько в сутки стоит в аренду этот дом на колесах, тому мы дарим 10 тысяч рублей. Плюс, в конце ролика мы скажем, сколько стоила платная дорога, бензин на дорогу Москва-Сочи в доме на колесах. И, конечно же, самое главное, сколько мы потратили. Веревками руки что сделали? Обязать. Обтянуть. К чему-то. К чему-то. Принязать. У Леши набита... Катушка. Набита что? Гора. Смотри, король живота в Австралии, которая в сумочке живет. Есть. Ты в регате участвовала, есть яхта, а есть чуть меньше. Шлюпка еще по-другому называют. Клодка. Да, и она вот... Парусная. Да. Есть низкий, есть высочий. Это стерва. Ребята, сейчас будет топ-контент, потому что мы у забегаловочки. Мы, значит, нашли в ресторан Валентина. Гречка, 60 рублей. Вау. Яичница, три штуки, 60 рублей. У нас, по-моему, десяток даже дороже стоит. Слушай, стой. 120? Молодец. Это 5 рублей стоит? Что такое тарелка? Вот это 5 рублей. Вот это 5 рублей? Вот это все? Я... Слушай, 5 рублей. Ребята, это разнос от Валбашки. Это невозможно. Вкусно очень, да, да, мощно. Ребята, поставьте лайк, потому что мы идем к 600 тысячам лайкам на этом ролике. И мы летим на самолете. Куда полетим-то? А куда подписчики скажут? В Дубай. В Дубай. Что-нибудь необычное. Грузей. Для них не было. Вот и мало, значит. 3,35, да, получилось? Прикиньте. За такой обмест. На шестерых. На шестерых три. Это получается на лицо 500 рублей. Ну, мы даже не смогли съесть все. Короче, солянка. Габар ее практически всю съел. Да, конечно. Нютик у нас просто одну ложечку съел. Полу ложечки. Интересно, как быстро послезать сюда. Едем на сходку. 45 минут до Воронежа. Ну что, друзья, мы готовы. Мы приехали в Петровске. Best friends в Воронеже. Вы говорили, никто на сходку не придет. А вот они. Приветики. 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 Воронеж! 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 Все, ребят, пишите комментарии, что Диман просто лучший. В следующем году он обязательно зайдет на Эверест. Ребят, Лига просто лучшая. Лига. Лига! 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 Чем прославился Воронеж? Сколько прославился? Ну, морской плот. Вот у нас стоит... Морской плот? Морской плот. Хорошо. Хорошо. У нас есть котенок, что-то с людьми, такой памятник, очень старый. У вас самая большая больная клиника, знаешь, на больше, чем на одну тысячу метр. Ну да, ее на московской проспетке построили. Так, быстренько тебе вопрос. Чем прославился Воронеж? Я не знаю точно, чем можно сказать прославился Воронеж, но я могу сказать, что я окажусь Воронежем. То есть, что вот его географическое расположение стоит так, что все маршруты на юг идут через Воронеж. Боже, я очень рад, что вот многие блогеры, как вы, проходят через Воронеж. Красавчик. Братка, 4 ноября выставка, будет огромная выставка в ДНХ. Приезжай, Воронеж будет очень круто представлен. Держи. Спасибо вам. Все, братка, давай. Они такие добрые, со сладостями, с вашими фотографиями. Только посмотрите. Подожди, тут сразу свежая фотка. Как? Которую только сегодня я выложил в Инст. Да ладно? Да, смотри, я вынстил, я вынстил. Да, смотри, нютик все тут. Смотри. Мы говнокемперы. Да, мы говнокемперы. Это ультин Рук. Вот нормальные люди, ребят, сейчас можно было выпить ромчика, скайфом, кальян покурить. Надо заправиться водой, надо зарядиться электричеством. Это сейчас жарить шлыки, грибы, я вообще забазарил, проклял уже за себя в сторону, картошка странная. Ну-ка, давай, Леха, финишная прямая, сможем мы? Или хотя бы до этой проволоки? Нет, все рано, блядь, даже вообще никуда. А вот сюда, хотя бы вот сюда. Вообще никуда. Итак, сегодня мы будем готовить рыжики и белые грибы. Рыжики мы просто проварим 15 минут, а белые грибы замочим на 15 минут в соленой воде. Нам нужно вон вбок, надо как-то вот так тачку поставить, вот, чтобы она... Я же тебе сказал. А, это вся длина, типа, Макс? Все, все, вообще, все. Можешь жопой прямо к этому? Еще! Все, еще, 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 стоп! Давай, давай. Твою мать-то как же! Ты что, гоните, на! Дальше, ребята, все это вот так майонезируется. Белые грибы в сметане. Я знаю, наверняка, что будет куча комментариев, что, гоп, ну ты серьезно, ну разве так можно белые грибы на костре каждый второй готовил? Из нашей компании никто. Вообще, ты предложила 9 раз. Что стоит заметить, вот, как только касается каких-то проблем, команда работает, как часы, все слажены, что-то раз-раз, и мы находим выход из любой ситуации. О-о-о-о-о-о-о! Поняли, что вы деда отключили? Господи! Так она не просто его отключила, она вырвала ему шланг вместе со скреплением. Ну можно и так сказать. Я сейчас раз так устраиваю и сел. О, господи! Давай. Давление, блядь! Мы воду в кальян не набрали. Идите вон на! Ты гонишь? Мы не набрали воду в кальян? Братан, только тебя тут не хватало еще. Так мокрый насквозь. Так, я не думал, что больше 5 минут нужно. Так, я твой ассистент, давай. Посмотрите, какой красивейший пар идет от наших рыжиков или лисички. Я не знаю, что это такое. Сейчас мы будем жарить. Ну сейчас хочу, чтобы они остыли. Я выжму их, порежу. Сейчас быстро пока почищу картофанчик. Необычно. Фига, это прям такой яркий вкус гриба. Ну необычный, да. Я ни разу на мангале не жарил. Вот, Диман, вот такой вот этот вот. Сейчас каждого. Да, это лучше. Спасибо. Неприятно, что не хочешь меня бить. Нет, это правда. Итак, наши пары вот такие вот. Сейчас кто выигрывает, тот решает, где он первый спит. Ясно? Да. Все, поехали. Раз, два, три. Вау. Раз, два, три. Еб. Моя сверху хата, значит, вот так. Вы знаете, что я всегда проигрываю в камень, ножницы, бумага. Вот, я нашел решение. Вот оно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Вы на одноместной. Боже, я так рада. Дим, ты видел вообще? Я просто ведьма, реально. Я одна бумагу показала. Ай. Саша, это лучшая картошка. Это лучшая. Просто благодаря тебе. Это бомба. Не зря в зале грибов. Конечно. Доброе утро, друзья. Габар. 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 Раз, давайте. Давай, Габар, туда. Подоспись еще немножко. Наверх, 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 наверх. Наверх, давай, наверх. Пошла я на это с очень теплыми эмоциями. И я была уверена, что это путешествие будет какое-то невероятное. И будет очень много приключений, как мы вчера уже и по сегодняшней ночи мы это поняли. Сегодня у нас, ребят, 840 километров, 8,5 часов. Я уверен, мы не доедем за это время. Как настроение? Best friends. Мы же еще лучшие друзья. Конечно. Самые лучшие. Не б***ь. Просто вот так. Нюта. Вау, какая тут риф. Лучшие друзья. Лучшие друзья. Да. Ребят, это что-то слишком круто. Ребят, это что-то такое. А кто готовил? Все. Реально. У нас за горячее в этой поездке отвечает нютик. Потому что вы знаете, что несколько хозяев на кухне не должно быть. И вот мы распределили обязанности все и не вмешиваемся. А сошел тогда? Это залог гармонии вообще в доме. Это один из лучших завтраков в моей жизни. Я думаю, что это вообще в целом поездка, это мечта любого человека. Лето, друзья, классный вайп, жара, вы едете купаться на море. И всем это нравится. Я не знаю, кто бы сказал, что типа, блин, я бы не хотел, конечно. Не так, ребята. Просто легенда просыпается. Ребят, вот не придумаешь, вот поскольку по-настоящему происходит нашу проезд. Скорее всего, это грибы. Грибы? Брат, а можешь шумну поднять, пожалуйста? Конечно. И вот тут толчетку туда, пожалуйста. Я уберусь, все. Нет, все. Я чувствую, что я виноват. Я даю масочку, дай я посмотрю масочку. У тебя есть маска? Конечно. Ребят, прямо сейчас у меня будет маска с Пайдером. Нютикомничка. Нютик у нас за бьюти-влог отвечает, что выручить бьюти-бир. Это коллаборация? Да. Так, я хотел, чтобы вы понесли, что вы смотрите, это не просто какая-то веселуха. Это реально имеет практическое значение. Просто случайно. Мы х***** с друзьями. Пробовано ходить. Сколько вы так ходите, Анют? В всю жизнь. Она такая, честно говоря, с такими никогда еще не работала. Не даете какой-нибудь суперсовет для наших подписчиков? Вот красиво выглядит, например. Есть какой-нибудь свой вот... Лайфхак? Да. Вот утром встала и, например, вечером после жесткой какой-то мешки, 8 литров воды. Вот у меня какой-то личный секрет. Нет, тогда ты будешь как бочка при утром. Я не знаю, расскажи вот, пожалуйста. Личный секрет? Оливье майонеза побольше. Знаете, так, чтобы было прям вылить туда майонез, чтобы оливье плавало. Явно не подходят, ребята. Момент истины. Вау. После этих слов я должен был тормозикол просто. Стой. Анют, конфетка, конечно, твоя... Моя с***** внизу. Тут башонка залетать, и мы скажем, как... Преобразить. Вроде бы, э? Ань, пожалуйста. Как из этого? Просто, я считаю, лучше не бывает. Вы посмотрите еще на эти глаза. Ну, просто картина маслом, я считаю. Слушай, ну это на самом деле вся эта картина выглядит, как какой-то фильм из детства, где компания друзей, у которых на футболках написано Best Friends, отправляется в путешествие до моря, на большом автодоме, ночует в кемпингах, все вместе там, не знаю, ругаются, спят вместе, общаются, кто-то там туда-сюда. Ну, короче, я не знаю, когда писать. Целый спектр эмоций происходит просто все, что только возможно, и это ни с чем не сравнительно. Прямо сейчас минутку увлекательной ботаники. Каждый цветок в этом подсолнухе, это и есть зернышко, это семечко. Посмотрите, вот так мы выбираем. Получается, каждый желтый, это семечко, да? Просто берем и вот так, вот так, да-да-да, эй, и вот семечки. Я придумал челлендж! Я придумал челлендж! Кто дальше пробежит по посохшему полю? Ты же понимаешь, что ты лэп видишь там? Нет, самоуверенный хрен. Смотри, у тебя уже все в говно. Я бегал в минус 50 с бодуна. Ребят, это просто челлендж. Ну, как бы, либо да, либо нет. Нет. Просто ради примера. Только, пожалуйста, не будьте сильно в говне. Три метра! Три! Грудиная. До лэп ты добежишься. У тебя просто неправильная тактика. Да? Покажи, как надо. Покажи, как надо. Не надо. Вы пять метров. Ты сам видел, какие у тебя бывают психические выклески. Я просто послал все в жопу и просто ушел в подсолнухе. Ребят, только что произошел нереальный сюжетный поворот. Прямо сейчас мы играем в куна на желание. Желание простое. Проигравший остается один. Сто метров. Проигравший бежит на ногах и на рубах. Бежит на ногах и на ногах. Бежит на ногах. Бежит на ногах. Это Раша. У меня как бьется сердце чуваки. Да-да! Ай-яй, Никита слышал! А ты улыбнишь тогда! Сказал, сказал, сказал! Я в смысле остался! Ха-ха-ха-ха! Ааа, давай! Я чувствую, что кринж-история прям моя! Моя! Гопааа! Это в взводе! Брось! 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 Габар просто в очки! Там просто... Барри себя сам закопал! В контент на этом канале! Пошли вы! Ой-ой-ой! У Габара три карты! Габар! Габар! На, клади! Уна! 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 Пошла! Мальчик! Ай-я-я-я! Бл***! Просто разъел! Что за комбэ? Нереальный мод! Нереальный мод! Чувствую, что кринж-история прям моя! Как всегда! Как всегда я думаю... Это челлендж! Кто быстрее человек или мужчина? А где заканчивается? Мы бежали! Мы бежали! Мы бежали! А сколько еще идти? Я не знаю... Они тебе скажут! Задание выполнено! Это больно! Больно и неприятно! Ребята, быстро написали в комментариях слова и поддержку Настя Красотка! Настя! Настя! Нет такого, что мы ссоемся по каким-то телам или что-то... Только с тобой! Только с тобой бывают ссоры, но я тебе говорю... Но мы только за последнюю неделю две раза уже поссорились! Народ, я считаю... Нас, во-первых, произошло перерождение обратно в банк! Наконец-то Best Friends! Это супер-крутой байкерское место! Похоже на атакат от рассвета! Мы приехали! Это Best Friends, ребята! Очень важный вопрос! Очень важный на поддержке вот этой вот сейчас! Что выбираем? Байкер-клуб либо Валентина? Ну, с точки зрения эмоций... Именно эмоций! Валентина 0! Байкер-клуб! 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 Друзья, что хочется сказать? Как еда? Посмотри, какой мне хлеб дали просто! Зачем? Сало, я так понимаю... Это смолис! Что это? Что такое? Сало перемолоко! Чесноком и зелень! Мммм! Ну, блин, реально вкусно! Не, ну, ребята, на Валентину пока топлив! Ребята, это разнос от Валпашки! Друзья, до Краснодара осталось! 137 километров! Самый крутой драйвер! Здесь видно, как его больно! Но это в глубине души, на самом деле он очень сильно нас любит! И не очень хочет, чтобы мы опаздывали! Поэтому он взял в руки руль и начинает рулить! Потому что если бы мы вывели, во-первых, все попадало бы! А во-вторых, мы бы опоздали нас в руку! Да, Санечек? У меня уже эти тысячи, там, тысяча, две, три! Вообще без разницы! Дали баранку, сказали рули! Я рулю, все! Ну, ребята, это какая-то машина времени для меня, на самом деле! Потому что, ну, я уже, я уже испытал столько всего прикольного, что я окунулся во время, когда мы с строителями ездили из Мурманска в Сочи! Когда мы с друзьями ездили в институте куда-то там, да! Забыл! Сам не помню! Забыл! Мечтала ли ты когда-нибудь вот так в домике на колесах отправить в путешествие? Конечно! У меня был записан три прям, ну, в домике на колесах путешествия! Да! И оно исполнилось именно этим летом! Музыка Так, ну-ка, что у вас можно посмотреть в Краснодаре? Паргали! А про стадион? А про стадион какая-нибудь у вас есть? А про стадион вон, у мальчика можете спросить, забирайте! Ну, он выглядит как Олисею! Ну, с общего плана получается! А, ты был на нем, братка? Я каждый матч хожу на стадион! Что у вас можно посмотреть? Я пара не видела! Ребят, что у вас будут в Краснодаре? Аброву! Кого? Аброву! Кинотеатр Аброва! Акпарь Галецкого! Акпарь Галецкого! Галецкого! Ладно! А ты знаешь, что 4 ноября на выставке Россия! На ВДНХ? На ВДНХ Да, конечно, знаю! Я там буду! Я там точно буду! Это Лехина идея путешествовать и встречаться с людьми, которые нас смотрят! И я не вспомню сейчас ни одного блогера, который вообще устраивает сходки! Это очень клево, потому что вот так почувствовать консолидацию людей, которые делают для вас и вы это смотрите! Спасибо вам большое! Это круто! Спасибо! Спасибо! Спасибо большое! Давайте консолидируемся! Он горячий! Всё! Мы сюда залетаем! Всё! Мы будем купаться ночью! Ребят! Ребят! Пожалуйста! Давайте знаете, как сейчас сделаем! Пожалуйста! Давайте так! Разберемся быстренько! И в душ нам! Всё! Давайте разберемся! Ставим! И в душ! Пожалуйста! Давайте! Мы стали ценить воду, чуваки! Реально! Это очень круто, что можно помыться! Вот, ну, Димочка, вот здесь какая-то главная задача! Это что? Еда! Супер рецепт для домашней шашлычки! Делаем на две сухартошки! Делаем второй! Вот так! Видим? Это очень специфическая конструкция, но прикол в том, что в каждую дырищу заправляется и отправляем вот так прям сало наглейшим образом! Рецепт Габара, проверочка! Похоже, что она готова, кстати, реально! Попробуй! Попробуй, картошку крутит или нет? Она не крутит, но это очень вкусно, приятная картошка! Да! Она пропиталась салом! Знаешь, как я и говорил, сало не совсем правильное! Ребята, мы самые лучшие друзья! Ребята, это лучший трип в моей жизни! Спасибо! Лёхе? Спасибо! Лёха добрый! Друзья, это будет невероятный маршрут! Москва-Сочи! Вы долго думали, какое себе наказание сделать за опоздание? Туалет напомнился, брат! Ребят, давайте запомним лица этих гроб! Кто сказал? Я! Мне! Понятно! Понятно! Они все там обосрали! Мне не тяжело! Кто выкидывает, поставим? Все! Вытаскивай ключ! Кнопку нажимай! С***ца! И что, мне нужно его вытаскивать? Вытаскивай этого! Лёха, проверь, ты там закрыт клапан? Да, закрыт! С***ца! Вот сейчас он опасен, реально! У меня нет его ни о какой брезвивости абсолютно! Давайте просто поставим музыку воинственную, пожалуйста! С***ца! С***ца! Он дорогой! Чё, куда? Чё, куда? С***ца! Он дорогой, везде стоило! неразборчиво! Чё! С***ца! Па-а-а-а-а... Фактически, там был очень сильный зелёный реагент. И моё волнение от всего этого, на-о-о-о... больше переполнила все мои мысли. Говно это не страшно. Всё, мы сюда залетаем. Всё, мы будем купаться ночью, все вместе в пащели. Это вообще не устачивает. А я тот, который в конце умрёт. Я в своей голове понимаю, что произошло. Но я нырнул, это как будто какая-то бездна. Но она так быстро прекратилась. Раз... головой. И я решил подводной лодкой. Ты знаешь, что подводная лодка? Когда вот так руки убираешь и головой. Я не знаю, почему я решил. Я не думал, что он метр. А сколько? Ты думал, что под землю уходит? Я думал просто, что это лето. Голова болит? Очень. Какая-то мигрень странная. Но я, вне зависимости от боли, чувствую себя счастливым. Доброе утро, народ. Третий день. Мы уже собираемся, завели нашу машинку. И самое ужасное, что произошло эту ночь. Габар прыгнул в тот бассейн ровно один метр и рассёк себе голову. Скорая не приехала, поэтому мы сейчас прямо с самого утра везём Габара в травму. Сейчас мы быстро здесь собираемся и везём Габара в травму. Получается, в этот раз Габар не вышел, а вошёл. Ребят, ну что, это непростая поездка. Ровно был наказан за то, что безбашенно отдыхал как мог. И в конце кармы меня настигло. В принципе, по-другому не бывает. Мальчик просто затащил, нашёл вот такую вот штуку, которая накручивается и не подходит. Тут внутри какая-то насадка, её можно попробовать. Это фильтр, по-моему. Просто как домой. А, ну она в целом и так отлично держится. Нет, братан, проблема не в шланге. Ну ладно, заканчивается уже. Я думаю, у нас пробоина. Не топите мой корабль! Я ненавижу утро, просто терпеть ненавижу утро. На сегодня, когда мы проснулись, вышли из этого прекрасного домика на колёсах на улице. Там было солнышко, была водичка. И это, как бы правда, поднимает настроение. Не так, когда ты просыпаешься в Москве, у тебя есть дела, у тебя есть работа, и тебе нужно сразу куда-то бежать. А сейчас полностью абстрагировалась от того, что было там. Со мной, ребята, всё хорошо. Просто Лёша беспокоился. Я за тебя переживаю. Чувак зашёл головой в бассейн, конечно, за него переживаю. Это не зашёл в бассейн, я просто показал стиль прыжка, подводная лодка. В бассейн головой ударился, может быть, зашивать нужно. Подводной лодкой верну. Покажу, они говорят, мы головой не занимаемся, только руки и ноги сломаны. Они говорят, вот у меня поливерс, шоковую поликлинику. Я говорю, я проезжаю, нет, просто посмотрите, там криминально или не криминально. Он говорит, ладно. Он смотрит, такой, надо зашивать. Он смотрит, вымший, да можно? Он говорит, да можно. Он говорит, ладно, ложись. Один шов положили, 14 дней нельзя мочить голову, нужно прибивка с трубника. Вот, давайте решим в комментариях, кто бар всё-таки доехал до конца поездки или нет. Народ, 330 километров осталось до Сочи, до финальной точечки. А ещё напоминаю, что это занимает у нас 10 часов времени. 10 часов. Сейчас уже 11, то есть мы уже на час опознаем на расход. А зная наш стиль вождения и вообще, как мы едем, это ещё целая жизнь впереди, ребята. Но вообще, я считаю, что это успех, что у нас тайминг поплыл только к третьему дню. Да, и я выпил. И только из-за ситуации, которая, извините меня. Габар живой, мы выезжаем из Краснодара. Ребята, следующая остановка в Сочи, 296 километров. В корове моря такие красивые пейзажи будут, ребят. Чего хочется сказать, я до последнего не верил, что все люди, которые едут сейчас в домике на колесах, согласятся доехать в Москва. Сочи. Лёш, всё, повернули? Нет, ещё поворачиваем. А ещё поворачиваем. Вау! А, лестница! Вот это поворот, ребята. Мы заходим в кураж. Ребят, лезь, лезь. Просто дорога приятная тем, что у нас всегда всё ездит по столу. Сколько на улице градусов сейчас показывает? Тридцать четыре. Тридцать четыре. Вчера я увидела максимальную температуру, это было тридцать девять. Никогда в жизни не видела столько градусов на самом деле. Мы на каком-то непонятном перевале сейчас находимся. Нет связи, дорога убита, и у нас осталось 56 километров. И из-за того, что связи нет абсолютно никакой Ешка, ребята не могут пробить где ближайшая заправка. Ну, на 56 километров должно хватить, но реально здесь, мне кажется, вообще ничего нет. У населённых пунктов только впереди нас тачка Хонда. Иногда редкие встречки и очень плоха народу. Но самое стрёмное, это то, что нет связи. Ребят, мы въехали в Туапсе. Отло 126 километров в четыре часа ровной езды. Ровно 100 километров, ребята, осталось до финиша. Соткошко! Вы что, разорвали, блядь? Ребят, только что мы въехали в Лазаревское. Вот это, Субтропики. Чувствуете, всё изменилось? Я серьёзно. Это единственное место в России, которое всё отсюда и дальше до Адлера. Это Субтропики. Если вы хотите в Best Friend, чтобы набили датухи, 5 лайков, пишите, пишите. Бал набивает датухи, мы прям набьём потухи. Капар набьёт на лбу. Я прям вот на ранее, когда она живёт. Вокруг. Вокруг, да. Я вообще была в Сочи только один раз в своей жизни. Реально? И то, я была где-то, ну, два года назад. То есть, получается, ты первый раз в Сочи? Второй раз в Сочи. Получается, Best Friend на домике на колёсах едет, да? Да, и причём в солнечную погоду, потому что я была в дождливом. Ребятушки, до финиша, 25 километров, Санёчек. 25 километров! Ребят, вам всё равно 50 минут. А, ***! 50 минут всего. Ребята, и мы в Сочи, мы в Сочи! А, точно, Тим, ты едешь же в Сочи на первый раз. Только я услышал про эту поездку, я думал, во, это тот случай, когда я поеду в Сочи. И сомнений вообще никаких не было. Я сразу понимал, что это мне надо, я это хочу. Мы очень долго едем без остановок. 47 минут осталось. По серпантину, где просто... 47 минут осталось. 47 минут осталось! 47 минут осталось! Саш, 47 минут! 47 минут осталось! А мы варим сосисоны! Только мы ехали, негде было остановиться в микрофон, пожалуйста. Негде было поесть. Поэтому мы нашли всё, что нашли в доме, и теперь из этого готовим еду. Спасибо, Саш, что надо будет. Отдаю. Микрофон в кастрюлю. Я думаю, что я очень сильно хочу ездить. Я просто сейчас пожерусь перед сходками, буду фоткаться с полным животиком. Чуваки! Ребята! 2,5 километра осталось, мы почти у цели. Вот, давайте решим в комментариях, Габар всё-таки доехал до конца поездки или нет? Не целиком. Он как бы вышел, но и сюда просто. Ребят, 2 километра нам осталось, и мы на месте. Как можно прокомментировать эту поездку? Мы осознали, что очень много сходств с поездом. Ты даже как бы сидишь так же, спишь так же. Окно такое же, как в поезде, оно даже по форме такое же. Если вам говорят, что машина рассчитана на 6 человек, не верьте. Можно больше. Но не надо. Но. С шестером в такой маленькой машине тяжело. Но это как жить в квартире в шестером, в которой 10 квадратных метров. В однушке. Ребята, это проверка на дружбу. Ну так и есть. Но в четвером здесь, мне кажется, будет прям вот... В четвером топ просто. Просто топ. Мы уже двигаемся в сторону с фотки. И забавно то, что люди уже заранее подтягивают себя и сопровождают нас к месту встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, будет ли рекорд? Давайте поймем. Да. Не знаю. Мне кажется, в принципе, людей уже настолько много, что под шумок... А что за чуваки? Да, да. Под шумок все наберутся побольше, я думаю. Так или иначе. Слишком большая проходила. Чувак, вспомни в Краснодаре. Там просто были мы одни, выключили свет весь. И... Ой. Боже, что мы... Человек просто не испугался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, спасибо большое, что пришли! Ребят, да, спасибо огромное! Очень хотим, чтобы просто мы все друг другу поаплодировали, потому что огромное удовольствие видеть вас всех, это реально кайф! Давайте похлопаем друг другу! Сильней! Супер! А можно ручки наверх? Так, давайте, разори поехали! Лучшие! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я видела очень много команд, очень много съемок, поездок, перелетов и так далее и тому подобное, но эти три дня прошли для меня настолько незаметно, потому что это было в кайф, и это было круто, и это было по-настоящему настолько, что все были счастливы так же, как и сейчас. И когда мы приехали в третий город, в Сочи, мы пришли на эту площадь, там было очень много народу, и все настолько адекватные, классные, добрые, приносили воды холодной, приносили шоколада, девчонки писали записочки. Это настолько трогательно, и это важно. Просто цените людей, которые самые настоящие, которые есть в вашей жизни. А, точно, Дим, ты едешь же в Сочи на первый раз. Ребята, Черное море и Димарик встречаются. Ой-ой-ой-ой, что еще будет разнос? Димарик, вот оно, ныряй! Тут должна быть цитата из ВКонтакте. Мечтайте, ребята, кайтуется жизнь одна. Это море, на котором я живу. Ну, прям идеально. Правда? Да. Леша исполнил твою мечту. Спасибо, Леша. Ну, все, друзья, мы в Сочи. Три дня, около 1700 километров. Пробитая голова Габара, ребята, это все best press. Нереальные приключения. Нереальные. Дом на колесах. Ребята, обязательно пишите, куда нам еще отправиться. Этой команде абсолютно все равно, на чем, куда. Отдельное спасибо, естественно, на Стюрику, ребятачка. Ссылка в описании. Санечек, пожалуйста. Никитосик, ребят, человек, который абсолютный псих. И всегда ездит со мной, куда бы я его не просил. Нютик сладенький наш, обязательно. Я уверен, уже все пацаны подписались. Габар, ребята. Fashion beer, пожалуйста. Fashion beer. Ребята, Диманчик. Человек, который всегда с нами. Ребята, с камерой. Спасибо, что поговорил. И Леша с Толяров. Леша с Толяров. Смирный шум. Смирный шум. Смирный шум. Смирный шум. Аааааа. Короче, ребята, путешествуйте. И конечно же, самое главное, сколько мы потратили на платные дороги и на бензин. Все вы на телеграм-канале увидите. Друзья, правда, обязательно пишите 600 тысяч лайков, и мы отправимся этой безумной кампанией на личном самолете Если вы добьете полмиллиона лайков, то мы соберем реально вагон Осталось там 10 тысяч лайков, и пожалуйста, я вас очень моляю, правда, ничего бы этого не было без моей команды Пожалуйста, аплодисменты им, и Димарику, ребята, лайки, подписки, колокольчик, и ждем ваших комментариев Любим, целуем, вы самые, блин, бешеные люди, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok